Мне сладко спать, а пуще камнем быть, когда кругом позор и преступление не чувствовать, не видеть, облегчение. Умолкнешь, друг, к чему меня будить? Этим сонетом Микеланджело отвечал на хвалебные и при этом манерные стихи, которыми Джованни Карло Строци хотел отметить красоту фигуры ночи, созданные где-то за 20 лет до этого для гробницы Медичи. Ссылки Микеланджело на вред и стыд скрывали раздражение деспотизмом правления Козимо I, герцога Тосканы с 1537 года и в будущем с 1567 года великого герцога. Интерпретация статуи, данная самим художником, была совершенно противоположной той, которую предлагал Строци, приглашавший возможного зрителя ночи пробудить ее от мраморного сна. А Микеланджело, как раз наоборот, считает такое состояние вечно спящей статуи истины, настоящим блаженством, которому можно только завидовать. Действительно, сквозь строки Санетта проглядывает стремление художника оказаться в такой ситуации, чтобы не быть вынужденным наблюдать за жестокостью столь типичную для его эпохи. Поэтому намного лучше предаться вечному сну, подобно камню, сну, схожему со смертью. Тогда лучше умереть, чем присутствовать при жестокости жизни. И далее, вероятно, обращаясь к тому же Строц, художник продолжает. Молчи. Твоя досужая болтовня могла бы разбудить от вечного сна даже к скалу. Интересно, что Микеланджело вкладывает в ночь свое угрюмое проявление внутреннего недовольства, а при этом использует ту фигуру, которая по своей сущности должна выражать полностью противоположное. Сам же он до этого писал, что день и ночь символизировали время, поглощающее все. Вплоть до того, что, по словам Кандиви, художник даже думал поместить рядом с двумя фигурами мышь, потому что этот зверек постоянно грызет и все поглощает, так же, как и время все поглощает. А Микеланджело даже воображал, что обе Оригории как бы говорили, мы нашим быстрым бегом привели к смерти герцога Джулиана. Высокая ночь для гробницы Джулиану Медичи Микеланджело обратил особое внимание на окружающие ее детали украшения. Букет маков, поддерживающих совершенно расслабленную ногу женщины, содержит намек на сонное и мечтательное состояние ночи. Сова же символизирует темноту, будучи ночной птицей, а маска, с одной стороны, изображает видимую сущность вещей, а с другой – ночные видения. Но вся интимность фигуры воплощена покоем, сном, слегка освещенным месяцем и звездой, который скульптор поместил на диадеме. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok